забираем corvette 2012 года chevrolet corvette уже темно но в таком хорошем состоянии машина звук конечно очень классно когда он заводится сейчас послушайте все электрическое нажимаем кнопочки вот здесь такая штука послушать как она журчит да классно это было темно поэтому видео не снимал все загрузился переставил машины заняло долго времени потому что очень низкий corvette вот это вот у него длинная низкая часть немножко таланью помучиться ну вот он самый последний доставляется поэтому пришлось поменять машины и сзади еще встанет одна я заправляюсь утро с ночи зарядил дождик идет не переставая такой вид в окошечку короче доставил я не сам фронтьер мне осталось еще корт эскейп и шевроле корове сейчас у меня 30 минут брейка я за 12 минут сделал доставку снял машину быстро получилось бывает долго бывает быстро нужно еще 16 минут ждать 18 минут пока хорошая не закончится брейк потом ехать нельзя каждые 6 часов нужно делать брейк тридцать минут тридцать минут это чикаго даунтаун чикаго проезжаем уже раз в десять наверно проезжал туда-обратно красивый даунтаун вчера уже в темноте доставил последнюю машину ну две машины темно было поэтому не снимал видео вот корветта мужичку доставил это его корветт он живет на два штата норс-каролайн и милиной чикаго дал мне чаевых поблагодарил за хороший сервис сегодня ночью на волмарте здесь рядом где сделал доливери потому что трекстопов рядом нет еще деревенька 40 баксов редко дают чаевые за два месяца всего два раза давали три раза ну ничего утренняя пробежка перед поездкой тысячи в общем банк аккаунт зашли porsche боксер 2004 года такая вот машинка заводится на ручке на ручке заводится она только когда на задней скорости стоит когда она заводится такая секретка видимо загрузил мужик проверял как я загружаю боялся что она низкая я вчера вез корветт вот он вот он низкий а это нормально сейчас цепляем нужно проверить что все хорошо было зацеплено цепка происходит таким образом вот это стропы называются вот так вот они надеваются на колесо специальными резинками чтобы не скользило и вот так вот натягивается все здесь цепляется еще одна и здесь вот натягиваются они вот так вот здесь в Чикаго пришел забирать машину в каком-то сервисе и тут такая прикольная штука инсталяется такая мужик короче у аппарата стоит такой уголок старинный прикольно старая колонка такой вот мужик интересный забираю я вот эту машину Konfinity QX 50 19 года почти новую делаю инспекцию специальная программа нужно сфотографировать машину со своих сторон если есть какие-то повреждения их тоже сфотографировать и тут еще такой пес здесь сидит очень классный сервис и сейчас нужно все кошки найти и тоже их записать инфинити ничего так подрывает неплохо так и здесь мы сейчас будем загружать на дрейлер два экранчика больших места в принципе предостаточно сзади но она новенькая почти хотя пробег 13000 все загнали ровненько зашла легко высокий машина легко загоняется теперь убираем полозье вот так вот закрепим и едем за третьей все мы сами эхо в офис Cadillac дилер Cadillac но у них как-то здесь стрёмненько кофе просто стоят эти все обычные автоматы стоят бушную точку забираю небольшая задержка была ну не так много где-то минут десять я ждал пока что-то в общем искали ключи или чё то есть машину не подготовленная была вот сразу приходишь и сразу есть уже бумаги все ключи тебе дают просто и все вот тут немножко подождать дали вот такой ключ 2007 года машина старая ну видимо трейдин был скорее всего сейчас иду ее искать тут торговка маленькая не красиво в руках поэтому можно пиликать и найти ее красного цвета шевроле и нокс о услышал где-то здесь доносится звук очень очень тихий а вон она да старье конечно отличие от тех машин которые у меня сейчас загружены хотя 2004 года у меня порт боксер тоже стоит тоже старенький ну вот сел аккумулятор надо идти за джамбокс повалил снег погодные условия ухудшается айо вообще такой штат очень часто здесь снег и температура около нуля часто большая опасность гололеда на трассе очень часто здесь такое бывает дай бог что я не попаду в такую ситуацию что просто снежок и все у меня уже был снег но в северной на севере на севере Нью-Йорка был очень сильный снег ну и в принципе в южной Дакоте тоже был в южной и северной Дакоте ну там был чисто снег конечно и было холодно но конечно опасно когда температура около нуля и немножко подмерзание если резкое то может быть гололед так короче в итоге я попал в этот гололед в общем на асфальте лед уже несколько аварий было несколько машин уже слетело но едем потихонечку с большим расстоянием перед идущей машины дай бог все будет хорошо проедем проедем аккуратно и это около 50 70 бит такая ситуация доехал на заправку блин написано что здесь 2,50 битина а он пишет 2,92 блин нагнали короче неправильная цена ну ладно а столько снега выпало попал я в гололед короче аккуратненько ехал все нормально обошлось все замесло все замесло снегом надо проверить обязательно стропы все нормально колески окей все здесь тоже если ослабли надо подтянуть здесь все нормально все окей вон сколько налепилось снега здесь чуть слабли надо чуть подтянуть интересное все направляемся вон на